Минувшую пятницу во Дворце Спорта прошел очередной матч чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой. Североказахстанский Кулагер принимал на своем льду снежных барсов из Нур-Султана. Матч был по-настоящему зрелищным и непредсказуемым. Кто же все-таки оказался сильнее и сыграннее, расскажет Илья Кудряков. С начала игры хозяева завладели инициативой и начали активно прессинговать ворота соперника. Казалось, так будет продолжаться и дальше. Но радость для болельщиков продлилась недолго. Не прошло и минуты матча, как первая же ошибка скакунов дала возможность снежным барсам открыть счет. После выхода один на один шайбу в наши ворота закинул нападающий гостей Всеволод Лагвин. Сколько бы попыток не предпринимали хозяева, отыграться в первом периоде им так и не удалось. На перерыв команды ушли со счетом 0-1 в пользу гостей. Первый период был по-настоящему богатым на опасные моменты, но вот реализация с обеих сторон подкачала. После первой 20 минутки на табло 0-1 в пользу гостей льда. Но расслабляться обеим командам рано. Впереди еще два периода. Во втором периоде особой активности от хоккеистов не было. Шайбу катали от ворот до ворот. Реальный шанс сравнять счет появился только на шестой минуте периода. Но, как и в первом, реализовать его скакуны не смогли. Даже играя в большинстве, оборона соперника оказалась им не по зубам. Итог второй 20 минутки остался неизменным. Но болельщики уверены в победе своих фаворитов. Надо настраиваться и это, чтобы все сыграно было и это. Я так думаю, что, ну как, нет, ничейный счет-то будет. А вот дальше овертайм, там уже посмотрим. Поэтому болеем за наших и думаем, что все-таки наши победят. Я думаю, все поправимо, еще есть целый период у нас, наши обязательно отыграются. Мы болеем, гоним команду, так что все будет отлично, мы верим. Ничейный счет должен быть. И мне кажется, все-таки закончится овертаймом. И в овертайме наши все равно победят. Потому что мы в них верим. Последняя 20-ти минутка. Нужно вкладывать все силы, чтобы сравнять счет. Но оборона барсов по-прежнему остается неприступной. Ситуация изменилась ближе к середине периода. После контратаки Кирилл Власов смог пробиться к воротам гостей и забросить долгожданную шайбу. Можность атаковать. Пальмтак сейчас выдает на партнера. И здесь ближний бросок и гол. Спустя еще несколько минут у Скакунов появился шанс увеличить отрыв. Но реализовать выход один на один у хоккеиста не получилось. После третьего периода на табло 1-1. А это значит, что впереди овертайм. Золотую шайбу по чистой случайности или может все-таки мастерству ворота гостей удалось забросить защитнику Скакунов Дамиру Рамазанову. Брасывание выигрывает шайбу Рамазанов с шайбой на брос. Снова ошибка. Гол! Да, курьезная шайба Дамира Рамазанова. Хорошо отыграли. Нормально били все пацаны. Молодцы. Макс тоже молодчик. Не повезло просто нам. Противнику. Выфортануло. Забили такие два, можно сказать, даже повезло им. По игре я могу сказать, что начали вяленько, слабенько, недоценили соперника. Но потом все равно подсобрались в конце уже, показали характер и то, что можем. Ну а так пацаны молодые, агрессивные, боевые, амбициозные, молодцы. А в минувшую субботу прошла вторая встреча команд. Здесь кокуны сделали работу над ошибками и смогли одержать уверенную победу. Итог второй встречи 5-0. Теперь хоккейный клуб Кулагер с 14 очками занимает пятую строчку турнирной таблицы. Следующая игра состоится 6 и 7 октября. С кокуны на своем льду будут принимать соперника из южной столицы. Илья Кудряков, Рустам Тлеужанов, Служба новостей.